Здравствуйте! В эфире программа «Город С». Завершилось одно из важнейших событий года. Мы внимательно слушали ежегодное послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Губернской думы. В нашей студии лидеры общественного мнения, эксперты Виктор Александрович Кузнецов, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Здравствуйте и спасибо, что пришли в нашу студию, потому что понятно, что вначале выслушать послание губернатора и затем успеть к нам – это достаточно сложная задача. И поэтому большое спасибо, что выделили время. Вот что бы вы выделили в послании губернатора Самарской области? Ну там много тем очень важных для жизни нашего региона поднималось. На мой взгляд, если говорить о будущем, а это прежде всего, конечно, речь о будущем, это постановка задачи превращения Самары, точнее возвращения ей, статуса научно-технологического центра, причем не только российского, а даже мирового уровня. У нас есть для этого и научные разработки, у нас есть опыт их превращения в высокоразвитые технологии. И когда эта задача будет решена, та цель, о которой говорил губернатор еще пять лет назад, о том, что Самарская область, Самара, должны стать точками роста России, вот эта цель, она будет достигнута. То есть вообще речь идет не о перспективе на год, даже не на пять, не на семь лет. Это речь идет о создании задела на 20-30 лет вперед. Там такие технологии, про которые говорилось, которые у нас на самом деле присутствуют. Ну, космос — это общеизвестная вещь. В этом отношении Самара никогда не теряла своего статуса космической столицы России. А совершенно новые технологии, ну, например, водородная энергетика. Это вот одно из тех направлений, которые будут совершенно точно через 15-20 лет ключевыми для развития всего мирового транспорта. Потому что, например, вот сейчас очень большая ставка везде, во всем мире делается на электромобиле, но при всем при этом никто не говорит, какова ресурсная база вообще для создания этого парка электромобилей. Дело в том, что они делаются на основе литиевой батареи, это самое дорогое, что там есть. При этом количество лития и его экологические последствия, его добычи, они оказываются даже подчас более вредными, чем, например, сжигание углеводородов. А здесь совершенно новая технология, она у нас в техническом нашем университете разрабатывается достаточно активно, была представлена на выставке ученых зимой этого года. Речь идет о чем? Что в ходе этой установки из метана извлекается водород и получается водородно-метановая смесь. Вот эта водородно-метановая смесь, она позволяет двигателю внутреннего сгорания двигать автомобиль. Там достаточно примерно одного литра сжиженного метана для того, чтобы 100 километров пробежал автомобиль. Это уникально. Это по нынешним временам вообще уникальная вещь, но это пока лабораторная разработка. Вот как раз губернатор говорил, он ставил задачу и НОЦ, и Министерство промышленности, и в целом правительство о том, что вот эта лабораторная разработка, она должна стать промышленным. Сначала образцом, а потом она должна стать технологией будущего. Тем более, понимаете, вот в высоких широтах, в северных широтах, вообще аккумуляторная батарея, и он литиевый, какие угодно, они имеют ограниченные ресурсы. Объективно, да. Мы уже это объяснили. Для них нужна очень развитая система обслуживания. Здесь жидкий метан у нас уже вовсю используется сейчас на заправках. У нас вот только за прошлый год 15 таких заправок открылось в Самарской области, и все больше и больше их открывается. В данном случае, если эта технология пойдет, у нас, мы будем, я имею в виду Россия, Самара сможет стать одним из центров тяготения, но подобно тому, как вот в информационных технологиях Силиконовой долины. Еще одно из таких же ключевых направлений, тоже вот речь шла о разработках нашего медицинского университета, о выращивании ткани, а может даже выращивании целых органов из биоматериалов. Это речь идет о том, о создании запчастей для человека. Вообще уникальные вещи, такие разработки, я знаю, востребованы. Вот те разработки, которые у нас делаются в нашем медуниверситете, они востребованы в Евросоюзе, они востребованы в Саудовской Аравии. Нужно, чтобы они стали не просто вот лабораторными разработками, чтобы они были по-настоящему технологией, создающей абсолютно новое качество жизни. Потому что в условиях, когда каждый из нас все под боком ходим, и при этом то один, то другой орган отказывает, а если их можно печатать и просто заменять, это... Это уникально. И это новый сегмент экономики. На самом деле, да, это новый сегмент экономики, потому что это та самая высокотехнологичная экономика. В экономике выигрывает тот, кто вкладывает в те компетенции, в те технологии, которых больше нет ни у кого. Причем это на протяжении многих-многих лет происходит. Вот, например, в свое время Стив Джобс, он вложился в смартфоны, вот они создали первый в мире смартфон. И хотя сейчас вот там по многим техническим характеристикам там и южнокорейские, и китайские смартфоны обгоняют тот же самый iPhone, причем очень серьезно обгоняют, но при всем при этом маржа, которую снимают со своей продукции производители этой компании, она составляет, ну, по iPhone, например, там 260%. А компании, которые, вот Huawei, например, они имеют маржу 50%, а более низкие, менее раскрученные там или ноунеймы компании, они имеют там 5-7%. Вы представляете, соответственно, вот какие перспективы открываются перед тем, кто идет первым. Вот нам нужно в тех отраслях, где у нас есть естественные преимущества. И наработки уже заранее. Такие наработки у нас точно есть, вот, соответственно, их использовать, потому что это точно будут, вот, они попадут в число тех, вот, как часто говорят, там, 50-70 технологий, которые определяют экономику, состояние экономики мировой образца 2050 года. Вот те, кто займут правильные ниши в этом отношении, те будут лидерами. Те, которые не успеют занять в это время свои ниши, они будут идти по модели догоняющей экономики, то есть вот с такой вот маржой. Ну, я, кстати, о чем подумал, у нас ведь вот и до этого не было такого стратегического планирования на столь длительный срок. Вот это очень важно и вот и очень интересно. Это задача... Это другой взгляд на жизнь. Понимаете, эту задачу поставил президент, потому что, ну, мы столкнулись с той реальностью, когда нас отсекли от всех технологий. Это решение, когда, вот понимаете, решение принятое не тогда, когда вроде бы все понимают, что вот это вот стратегически правильное направление, когда по-другому нельзя. Когда невозможно взять и купить у тех же самых американцев, у индийцев, у китайцев, у японцев те технологические наработки, которые нам просто взяли и поставили барьер. Поэтому хочешь, не хочешь, крутись сам. И вот то, что губернатор поставил задачу и показал конкретное направление, по которым мы в этом отношении будем двигаться, вот в рамках попадания вот в эти... Узкий клуб обладателей вот этих вот технологий. Это на самом деле задача стратегически важная. И от него, на самом деле, от успешности реализации этой задачи будет зависеть будущее всего нашего Самарского региона, да и не только его. Но здесь еще один важный момент. У нас ведь огромный куст предприятий военно-промышленного комплекса. И вот мы сейчас осознали, что в 21 веке, несмотря ни на что, обороны, безопасность и военная техника, она необходима, то, что нам когда-то говорили, оказалось это ложью. Вот нам казалось, что если мы вместо ракет будем выпускать сковородки, то в таком случае будем жить богато и счастливо. Вот американцы деньги умеют считать, но при всем при этом на ВПК они тратят больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. У них по текущему году военный бюджет 827, по-моему, миллиардов долларов. Для сравнения, бюджет Российской Федерации, военный бюджет, если пересчитаны на доллары, причем считали тогда, когда доллар стоил около 60 рублей за доллар, составлял 62. У китайцев, вот он большой достаточно, бюджет, у них там 230. Но все вместе, если сложить, все равно меньше 800. И в этом плане, конечно, те разработки, которые в военно-промышленном комплексе делаются, или оборонно-промышленном комплексе делаются, даже их побочное использование на самом деле открывает вот как раз вот эти ниши технологий. Вот одна из них – это система постоянного сканирования Земли. то, о чем говорил Дмитрий Игоревич в своем выступлении, а эти разработки у нас делаются достаточно давно в рамках Самарского университета под руководством Виктора Александровича Сойфера, эти работы идут. Вот система сканирования Земли, она позволяет вплоть до того, что определить там места вредных выбросов, свалок там и всего остального, потому что там спектральный анализ позволяет даже химический состав определять там почвы или там загрязнений, которые имеются, и заканчивая вопросами обороны, потому что сейчас у нас главная проблема не в том, что у нас даже там оружия не хватает, и не в том, что у нас не хватает людей, нам не хватает точности информации о нахождении в данный конкретный момент наших врагов, потому что высокоточное оружие, которое сейчас является ключевым для современных войн, оно может быть использовано только в условиях высококвалифицированного, высокоточного целеуказания, и, соответственно, вот, а это можно обеспечить только космические разработки, вот они у нас в университете есть. А вот это, собственно говоря, Самара. Причем, понимаете, вот эти разработки, ну, вот мы раньше как представляли, что спутник — это вот что-то вот такое вот, там, огромная какая-то капсула, и главная там задача, чтобы ракета-носитель там подняла эти 20 тонн груза. А оказывается, что современные спутники — это вот, ну, чуть больше вот, даже, наверное, вот тот стул, на котором вы сидите, это вот современный спутник. Таких спутников, они относительно недороги, и как раз создание сети таких спутников, оно позволяет видеть всю планету, причем в разных спектрах, в разных частотах волн, то есть это всепогодные, по сути дела, спутники. Мониторинг этот осуществляется вне зависимости от того, там, есть пыльные бури или нет, есть облака или нет, есть грозы или нет, они буквально видят вот всю поверхность, разрешение там тоже несколько сантиметров, предмет его уже видно. Ну и здесь мы, собственно говоря, плавно переходим на тему кластеров, потому что, на самом деле, это вот все отдельные кластеры, то есть медицинские... Экономика развивается таким образом, когда берется вот итоговый, конечный продукт, все остальное вокруг него обрастает, там, предприятиями поставщиков. У нас так создавалась авиационная промышленность, вот в те годы, когда авиапром самарский звучал очень гордо, он исчез, там, сегменты остались очень серьезные, и я думаю, что будет возрождаться. Губернатор привел такую цифру, у нас предприятия авиационной промышленности нашей региональной за год дали прирост объемов продукции 41%, вообще это сумасшедший рост, причем все понимают, что это только начало, потому что, опять, нас отрезали от поставок там, Боингов, Аэрбасов и всего остального. Да, причем это в очень сложных условиях, на самом деле. Дальше-то будет легче. Все думали, что, ну, год назад многие думали, что все, все останет, будет катастрофа. Нет, мы вместо катастрофы наблюдаем бурный рост по замещению вот этих выпавших объемов рынка. И, соответственно, эти предприятия, которые вот создают конечный продукт, они создают систему заказов вокруг себя. Вот сейчас к нам приходит крупное предприятие, оно перемещается из Белгородской области в силу понятных причин, там просто невозможно работать, поскольку приграничный район. очень крупное предприятие по производству беспилотников. Понятно, что вокруг него будет целый спектр предприятий, обеспечивающих его комплектующим, потому что, например, производство винтов это одно, производство самого корпуса это другое, производство двигателей для них это третье. И при этом надо сказать, что вот этот вот производитель, директор этого предприятия вот буквально на днях выступал на форуме по развитию предпринимательства в Самарской области, он говорил о том, что уровень локализации их производства уже сейчас составляет около 70%, то есть это не китайские там моторы, то есть это не отверточные сборки, не помноженные там, не знаю, там на иранские, корейские там двигатели, нет, там все наше родное отечественное. Определенная проблема существует с электронной начинкой, но это тоже вопрос времени, я думаю, вопрос борьбы компетенции. Пока здесь Самарская область у нас есть достаточно серьезные и конкурентные партнеры, не надо пытаться все сделать в рамках одного региона, но если вот эти вот направления, именно беспилотники, а именно энергосберегающие технологии или энергопроизводящие технологии водородные, далее, такие технологии, как система воспроизводства человеческих тканей, человеческих органов, вот хотя бы эти три технологии будут задействованы, Самарская область будет совершенно точно среди мировых лидеров. Большое спасибо за интересную содержательную беседу, к сожалению, время программы подошло к концу, при этом я понимаю, что обсуждать послание губернатора на самом деле можно очень долго, потому что это действительно такой сложный, насыщенный документ. больше нужно уже приступать к практическим действиям, потому что на самом деле время не ждет, время для реализации всех этих проектов достаточно сжато и ограничено. Ну что ж, надо работать. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Виктор Александрович Кузнецов, депутат Самарской губернатской Думы. Всем самого доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин